Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, добро пожаловать на новенькое видео по игре SnowRunner. Ребята, в общем-то, я прям очень-очень сильно доволен, что вам понравилась моя идея, связанная с тем, чтобы вы писали в комментариях любую технику, и, в общем-то, я уже опираясь на свой, ну пусть и немногочисленный, но опыт, всё же, да, в прохождении этой игры, показывал вам и подсказывал вам, как же всё-таки ведёт себя определённая техника с определённым тюнингом в определённых условиях. И в качестве, так скажем, эксперимента, сперва я в первой серии, в прошлой, решил, в общем-то, немножечко поиздеваться над БТРом. И, в общем-то, на самом деле он меня удивил, но его засосало болото. Да, оно его не обездвижило, то есть он продолжил своё движение, он всеми своими восьми колёсами грёб в этом болоте, но настолько медленно и не уверенно, что, я не знаю, через, там, час-два-три, мне кажется, что просто у нас быстрее бы закончилось топливо, нежели чего он пересёк вот этот, там, буквально 10-метровый барьер из болота, короче. И, ребят, в комментариях, да, вы написали мне несколько раз о том, чтобы я в следующей серии, то есть сегодня, протестировал КАМАЗ Арктика. Вот он, ребята, перед вами. Здесь он называется, соответственно, по-другому, потому что лицензий на КАМАЗ в SnowRunner нет. Называется он Азов 4220 Антарктик. Вот именно такое у него обозначение. Также, ребята, хочу вам сказать просто огромное спасибо за то, что подсказали, как убрать вот эту вот консоль с надписями. Просто нужно нажать на надпись инструмент, и она пропадает. Я реально про это не знал, ребят. Спасибо вам большое. Правда, я реально про это не знал. То есть вот вы прям красавчики. Я вас чему-то обучаю, вы, в свою очередь, чему-то обучаете меня. Это же не круто. Ну, реально, это очень круто и здорово. Итак, давайте сначала посмотрим на этот КАМАЗ Антарктика вообще в целом. То есть, естественно, здесь рама у нас ломается, ровно так же, как и на Кировце все это сделано. То есть кабина, по сути, это как бы такой вообще отдельный модуль. То шасси сзади, это, грубо говоря, какой-то второй модуль. Кабина. Два, в общем-то, человека. Может у нас там поместиться с палочкой, но за кабиной у нас имеется вот такой вот автономный модуль. По всей видимости, там может передвигаться экипаж. Здесь у нас вот и автономочка, пожалуйста, присутствует. И система кондиционирования, скорее всего, есть. Очевидным, наверное, минусом является то, что здесь маленькие баки. Экип 340 литров. Но, в принципе, так, если посмотреть на другие модели грузовиков, там баки есть и поменьше, есть чуть побольше. И как-то, в принципе, с топливом проблем здесь нет в SnowRunner. То есть, у меня еще не было ни разу такого, что я вот прям... А-а-а-а! Сейчас кончится, и я никуда не доеду. Нет, то есть, с этим проблем никогда пока что у меня не было. По салону этой машины давайте посмотрим Ну, это у нас, естественно, КАМАЗ Салоны SnowRunner, конечно, это, ну, просто Произведение искусства, я считаю Особенно на отечественной технике То есть, там, вот тот же взять Ural Next Если, кстати, вы, ребята, напишите В комментариях побольше Просьб по Ural Next, я покажу вам его Дальше в следующих сериях, в общем, просто, ребята Пишите, какую бы вы машину хотели проверить И пишите условия, то есть, это Либо лето, либо зима, то есть, допустим Ural Next, зима, Ural Next Лето, или что-то в этом роде И чем больше комментариев, там, одного типа наберется Либо, если один комментарий какой-то Соберет много лайков, соответственно, эту машину Я выбираю, и мы с вами ее тестируем Кстати, нечто подобное Мы уже с вами видели на КАМАЗе, я вот не помню Его Индекса, вот эти все, там, что-то 43, 2, короче, там Жесть, какой индекс был В ЕТС-ке такой был салон, от MTG Вот этот выходил, ну, в принципе, как-то Да, более-менее эти салоны Схожи, можно понять, что это КАМАЗ Итак, давайте посмотрим Вообще, что он из себя, как бы, изначально представляет У нас есть полный привод, блокировка Дифференциала у нас подключается на пониженной Передаче, сама коробка Передачи у нас представляет из себя только Пониженную в одном положении Пониженной плюсы и пониженной минус Прям сверх-сверх-сверх-сверх-сверх Медленной коробки передач здесь, к сожалению, нет Давайте посмотрим По тюнингу, что у нас тут присутствует Итак, модули, прицепы и прочее То есть у нас можно, естественно, поставить маячки Вообще, что я лично вам советую Чтобы вы вот для себя поставили Машина у нас высокая В принципе, то есть и мотор, и все у нас Находится высоко Шноркель ставить на нее, я думаю, все-таки не стоит То есть она не будет, я думаю, путешествовать По таким прям жестким болотам Что вот у нас крыша прям утонет И где-то там что-то она за дно будет цепляться Поэтому как бы я думаю, что шноркель, в принципе, здесь он не пригодится Единственное, что всегда я, ребята, рекомендую поставить Это все-таки дополнительные лампы Но тут уже, смотрите, сами Можно такой вариант сделать Можно еще поставить дополнительно Как бы вот такой вариант Либо что-то выбрать одно из двух Солнцезащитные козырьки, в принципе, как бы не нужны Но вот лампы прям, ребята, это действительно must-have Это нужно ставить Потому что свет в игре здесь играет просто ключевую роль Особенно в мультиплеере Если сзади вот вас едет такая бандурина С дофига каким количеством лампочек То вам будет гораздо проще То есть это не спинтайрс Где можно было и нужно было ездить с выключенными фарами Теперь здесь действительно фары играют очень важную роль Из аддонов, ну, смотрите на самом деле сами То есть тут прям ничего такого сверхъестественного нет Она, конечно, может тянуть маленькие прицепики Флетбейдики там и прочее, прочее, прочее Но сервисный прицеп, я думаю, можно будет сюда поставить Если ее на какие-то эвакуации тащить Либо, соответственно, просто поставить вот такой флетбет Только тупо для того, чтобы перевозить грузы Но перевозить на такой машине грузы, как бы, ну, я не знаю Это немножко нелогично Для этого есть более компактные грузовые автомобили Там тот же Урал, допустим То есть где он себя покажет действительно хорошо По КПП, ну, ставьте оффроуд, почему бы нет По двигателям здесь три типа, они у нас идут Ну, давайте поставим RU Special Engine 2 Здесь у нас идут лебедки Я всегда ставлю экстрим В принципе, она подойдет Здесь у нас по модификациям какие-то пресеты идут Но по факту просто, как я понимаю, у нас меняется цвет автомобиля И все, больше не меняется ничего Подвеска у нас одна Шины Ну, это у нас под грязь, как я понимаю Это тоже под грязь Это тоже под грязь Но уже от грузовика КЭТ они идут Вот резина, на самом деле Чем она зубатее Тем она, как бы, хуже для зимних условий Цепей, как видите, здесь у нас, ребята, нет Так что, я думаю, на льду машину будет мотылять На вот таких вот жестких колесах Поэтому лучше, наверное, все-таки поставить Грязевую резину непосредственно от КЭТа Она как-то более-менее похожа вот на адекватную резину Ну, диски, смотрите, сами Это чисто вот индивидуальные Лишь только будут ваши требования Итак, отправляемся нам на тест-драйв, ребятки Давайте посмотрим, что на себя представляет Вообще зимний полигон Ну, в принципе, да Тоже у нас есть пруд Я больше чем уверен, что здесь есть какое-то место Наверное, вот оно, скорее всего Где можно попытаться утонуть И каким-то либо образом поставить машину В неприятное для нее положение Здесь у нас заправка Там, как я понимаю, у нас гаражи И прочее, прочее, прочее Ну, в принципе, все это можно заспавнить и так Так, ну пока она идет хорошо Высокая, конечно, автомобиля Ужас просто Так, здесь у нас прудик Насколько мне известно, какой-то, да А, нет, здесь, в принципе, можно проехать Давайте попробуем проехать Тут какая-то грязевая, походу, история Вот мне сразу интересно, как машина себя поведет в грязи Ну, в таких колесах, конечно, не вообще по барабану Она просто будет ехать И ей, по сути, будет наплевать По какому говну проезжать Как бы машина все-таки для Арктики И я думаю, что не только она К прохождению снега-то должна быть приспособлена Все равно там где-то что-то подтает Где-то что-то произойдет И нужно же ей будет проезжать Но здесь что-то, да, прям совсем такие условия Легкие для нее, реально То есть у нас еще плюс ко всему Позабратите внимание, насколько широкие колеса То есть она просто-напросто здесь не проваливается Так, ну и давайте сразу, наверное, мы проверим ее на глубину Что она у нас по глубине из себя представляет Конечно, дифференциала блокировки здесь не хватает А, это лед А, это лед, ребята Здесь провалиться под лед, как я понимаю, нельзя То есть здесь мы на льду чисто можем подрифтовать, что ли, получается Оп-оп-оп-оп, пошел-пошел-пошел-пошел-пошел Офигеть! Где вы, ребята, такое еще увидите? Только у меня на канале На Кабазе Арктика дрифтуем Ой, блин Вот это прикол Я искал место Это в Аляске Я думал, бляха-муха, где же можно навалить-то? Ну, по-любому же должно быть Такое место, где можно бачкорусом Под фонг раздать Офигенно вообще Но машина под лед, как видите, не проваливается То есть, да, здесь, видимо, эта система не реализована Может быть, пока что Может быть, она вообще не будет реализована Но было бы круто То есть, допустим, даже если смотреть на какие-то старые игрушки Тот же там 18 стальных колес Extreme Как-то там она называлась Я уже не помню Короче, Extreme там какой-то был Extreme Tracking, что ли Что-то такое, не помню Там можно было под лед провалиться Так, ну давайте посмотрим Заберется ли она в ледяную горку или нет Резину мылит, конечно Все-все-все-все-все-все-все-все Не хватает, не хватает, не хватает Не хватает И вот, кстати, ребята, будет это для нас испытание То есть, мы попробуем взять потом в следующий раз Машину с цепями Чтобы можно было цепи на колеса поставить И попробуем туда заехать Я думаю, что на цепях машиночка-то туда зайдет Вообще без каких-либо проблем Не, ну здесь это просто из-за балет, блин Дрифт, самый натуральный дрифт Но на льду, конечно, да Машина себя покажет ровно так же, как и все другие Всеми колесами она гребет, крутит Старается куда-то выпрямиться Но идет Обороты, конечно, туда-сюда скачут Ну, главное, что едет Да, жалко, что, конечно, не реализована вот эта система Чтобы провалиться под лед Номера прям лед такие на машине Прикольно Так, давайте проверим Ой-ой-ой-ой-ой Вот это я впилился Ну да, здесь, конечно, свеста конский у этой машины Так, вот теперь давайте мы проверим с дифференциалом Как она себя поведет Видите, сразу передняя ось у нас подключается Ой-ой-ой-ой-ой Сейчас будет опасно Можно зависнуть Вообще без проблем Выключаем пониженную И поехали Так, отлично Испытание льдом и подъемом с озера мы прошли Давайте посмотрим теперь, как она справляется Вот на таком бездорожье Как она скачет жестко, капец Офигеть, ты посмотри просто на работу подвески в салоне Ну, терпимо на самом деле Я, конечно, понимаю, что это не бог весть какие хорошие условия для того, чтобы ехать Но, в принципе, подвеска здесь очень энергоемкая такая достаточно И все эти препятствия она проглатывает Нам бы найти снег, ребята Вот что мне нужно Давайте мы, наверное, попробуем, может быть, сюда куда-то забраться Я не знаю, что это за полигон такой Какая-то тестовая трасса Но я почему-то не вижу просто галимого снега Вот почему бы не сделать просто здесь место с очень-очень-очень глубоким снегом Чтобы человек туда заехал и понимал, как бы, да, как его машина справляется со снегом Горки это все и прочее-прочее Это как бы, да, машина проходит Вообще без проблем Может, она просто где-то на карте-то есть Ну, хотя так посмотреть хрен знает Давайте попробуем сейчас выехать тогда налево, я думаю, да Там какая-то площадка будет И там уже посмотрим на то, как машинка себя с этим льдом поведет И снегом вообще в целом Повреждения, кстати, немножечко мы хопанули Ну да, свес у него, блин, капец Метра полтора, наверное, там висит у нас впереди В общем, короче, ребята, грязь, машина проходит То есть, в принципе, если вы где-то вдруг найдете грязь Машина совершенно спокойно с этим справится Так, ну сколько... А, вот он, да-да-да-да-да-да-да-да-да площадка со снегом. Самое интересное это. Вот оно. Здесь, как я понимаю, он очень глубокий. Но ползет. Я специально иду не по колее. Ползет, 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 ползет. Ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, как тут глубоко. А снег-то тут и правда глубокий. Вот это вообще круто. Разработчики, спасибо вам. Повторяется полностью история с БТРом, но тут смотри. Он едет. У него хотя бы сохраняется какая-то скорость более-менее адекватная и приемлемая. И он ползет по снегу. Ползет, 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 ползет. Я думаю, что если мы в принципе... Вот, кстати, смотрите. Мы поставили с вами оффроудную коробку, да? И у нас появилась возможность поиграться с понижайками. То есть по умолчанию как бы этого не было. И вот смотрите. Он даже в пониженный минус, грубо говоря, идет быстрее, нежели чем на автомате. А ну-ка, на пониженный плюс. Ну, очень быстро крутит. Он, я думаю, будет закапываться. А вот на пониже, на минус колеса крутятся прям вообще потихонечку так, знаете. Прям она вообще идет себе, идет. Просто погружается куда-то вниз. Морда тяжелая, капец. Она просто проваливается под снегом. Жопа там, где-то наверху так. Эй, ты шо там? Давай. Догоняй меня, что называется. Не, ну он идет. То есть ему вообще по барабану. Он медленно, медленно, но верно он пройдет. По сути, как бы это получается у нас что? Читерская тачка. Единственное, с чем она не справилась, она не заехала в ледяную горку. Но это как бы, блин, на дураку понятно, потому что все-таки резина для этого вообще не приспособлена. То есть, если бы, я думаю, у нас как минимум были какие-то цепи, мы смогли потягаться, но хотя бы в половину заехать. Ну а тут, друзья, грязь проходит, снег проходит и прям вообще круто с этим всем она справляется. Определенно могу я рекомендовать эту машину как на Таймыре, так и в Аляске. Единственная только проблема заключается, естественно, в габаритах. То есть, вот просто на ней перевозить грузы на платформе, как по мне, глупо на самом деле. Реально глупо. Потому что есть автомобили, ребята, которые, в принципе, меньше в половину. И везут столько же. И сами по себе меньше. И меньше жрут. И, в принципе, проходимостью они ничем не отличаются с этим замечательным КамАЗом Арктика. Это все-таки такая, знаете, большая игрушка в мультиплеере. Там что-то собраться, какую-то толпу вытягивать этим автомобилем. В принципе, да. Ну а так, это по большей степени просто игрушка. Ну вот на понижайке, на простой. И на автомат просто мы переключаемся. Он просто, видите, начинает буксовать и больше копает. А так, в целом, машина, ребята, реально неубиваемая. Прям ее реально рекомендую. Единственное, что из рекомендаций от меня будет, что на нее поставить, обязательно ставьте на нее оффроудную коробку. По лебедке, в принципе, смотрите сами. То есть, если вы будете на ней перевозить грузы, то определенно лебедка вам нужна будет мощная. Там есть такая лебедка мощная. Если же все-таки эвакуацией какой-то заниматься, ну, тут уже надо смотреть, что вы будете эвакуировать. Ну, конечно же, с запасом лучше поставить мощную. По колесам, ну, это как я считаю, резина лично для меня она больше комбинированная. То есть, как мы видим, она и на снегу себя, в принципе, неплохо показывает. На льду она себя очень даже неплохо показывает. И в грязи она, опять же, очень, тоже очень-очень неплохо себя зарекомендовала. Ну, а вот что касаемо, я думаю, остальных типов, где протектор уже такой более грубый, то я думаю в снегу, ну, мы бы может быть чуть-чуть быстрее передвигались. Потому что все-таки более такой грубый рисунок, я думаю. Хотя, может быть, нас садило бы наоборот больше. Короче, ребята, нам нужны еще тесты. Нам нужно еще очень-очень много тестов. И от вас, ребята, мне нужна модель автомобиля, которую вы бы хотели увидеть в следующей серии. Повторюсь, пишите, допустим, Урал и какой полигон? Летний либо зимний? И там мы уже посмотрим, как он справляется. На этом все, друзья. Спасибо вам всем огромное за внимание. Если это видео вам было полезным, если оно вам понравилось, то не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал, чтобы новые ролики не пропускать. На самом деле, Алексей, желаем всем хорошего настроения, всем огромной удачи и пока. И еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok